Йоу, привет, меня зовут Павел Абастов, я инстаграм-эксперт, а в этом видео я тебе покажу и расскажу про то, какими должны быть фотографии в твоем аккаунте, чтобы они набирали очень много лайков и чтобы на тебя с помощью них подписывались новые подписчики. Что ж, приступим. Смотри, есть люди, которые просто загружают фотографии в инстаграм и не думают над фильтрами, над красотой, просто загружают их жизнь и всё. Такие аккаунты сразу рассматривать не будем, а вот следующий аккаунт уже будем. Какая должна быть фотография в инстаграм? Ну, во-первых, фотография должна быть красивой и качественной. Это два таких неких столпа, на которых держится инстаграм. Красиво и качественно. Но есть ещё и третий, это интерес, то есть фотография должна вызывать какой-то интерес у пользователя. Если у тебя фотографии некачественные, то на тебя вообще даже не обратят внимания, не подпишутся и всё. Сразу говорю, некачественные фотографии выкинь. Фотография должна быть яркой и интересной. Что это означает? Это означает, что пользователь, который только что увидел данную фотографию, должен воскликнуть от восторга и должен сразу же поделиться ею со своими друзьями. Если это происходит, то твой аккаунт очень быстро наберёт нужную аудиторию и постоянно будет прирост новых подписчиков и новых лайков под твоими фотографиями. Существует несколько вариантов, по которым ты можешь выкладывать свои фотографии в инстаграм и эти варианты я сейчас рассмотрю. Первый вариант, о котором я сейчас расскажу, довольно прост и я сам его лично использовал. Что же это за вариант? Это вариант просто выкладывать фотографии постепенно, допустим, по одной, по две в день. И не просто фотографии, а фотографии, которые выполнены в едином цвете, в едином стиле и с единым фильтром. Как это всё делается, я рассказывал в одном из своих предыдущих видео про обработки фотографий в приложении ВСО. Ссылка на него вот тут, если тебе интересно, то посмотришь. То есть пользователь заходит, допустим, в мой аккаунт и помимо описания он видит фотографии. А все фотографии выполнены в одном фильтре и примерно в одной и той же цветовой гамме. И, конечно же, человек подписывается. Следующий второй вариант выкладки фотографий в инстаграм, это по три фотографии в строчку. Я тоже это проверил на себе, посмотрел, как это выглядит, посмотрел, сколько это лайков набирает. И скажу сразу, этот способ, ну, не самый хороший. Почему он не хороший? Ведь тут один очень большой и главный плюс. Плюс заключается в том, что на такие профиль, у которых очень красивые, яркие фотографии, и выполнены по три фотографии в линию, в строчку, эти профили набирают очень быстро новую аудиторию. То есть много новых подписчиков приходит. Но тут есть один очень важный и очень плохой проблематичный минус. Он заключается в том, что фотографии набирают примерно на 30-50% меньше лайков, чем если бы просто фотографии публиковались в разброс, просто с одним и тем же фильтром. Да, они были бы красивые, но они были бы в разброс. Рассмотрим на примере моего аккаунта. В среднем у меня фотографии набирают от 500 до 1000 лайков. Но как только я начал применять данный способ, то есть я выкладывал по три фотографии в линию, у меня количество лайков резко сократилось. В среднем так на фотографии у меня набиралось от 250 до 500 лайков, то есть упало примерно на 30-50%. И это меня, ну, что-то не устраивает. Я, скорее всего, прекращу использовать данный метод. Да, конечно же, подписчики выросли. У меня буквально за неделю прирост плюс где-то 400-500 новых подписчиков. Но все равно этого, ну, недостаточно. Я лучше буду использовать другие методы и способы продвижения, чем буду выкладывать по три фотографии. Ну, да, это, конечно, красиво, но количество лайков меня не устраивает. Поэтому этот способ сразу отбрасываем. Третий способ по выкладке фотографий, которые ты можешь попробовать, это фотографии, которые выполнены в едином стиле. Замечу, в едином стиле, а не в едином фильтре. Да, в едином фильтре это важно, но если фотографии еще и выполнены в едином стиле, то это очень круто влияет на то, подпишет на себя человек или нет. Рассмотрю на простом примере. Смотри, вот тут ты видишь профиль, и у него все фотографии выполнены в едином стиле. Во-первых, такие профили называются тематическими, то есть все фотографии выполнены в едином стиле, как я уже повторял третий или четвертый раз. Допустим, вот у этого человека в профиле можно найти фотографии, которые сделаны в макросъемке, и эти фотографии именно природы. То есть у него аккаунт заточен чисто под макросъемку природы. То есть когда человек первый раз заходит к нему в профиль, он видит, ага, этот человек занимается такой-то фотографией, у него такие-то снимки, и мне этого и стоит от него ожидать. То есть человек подписывается на что-то определенное и он что-то будет получать в дальнейшем. И вот такие тематические аккаунты набирают очень быстро аудиторию и очень много лайков под фотографиями набирается. Поэтому именно вот этот способ я считаю самым эффективным из всех. Мой тебе совет, заведи тематический аккаунт, выкладывай определенные фотографии в определенной цветовой гамме и у тебя все будет замечательно. У тебя быстро будут расти подписчики, хорошие будут лайки под фотографиями и ты очень много будешь получать рекламных предложений от рекомендателей. А это тоже неплохие деньги Следующий четвертый способ по выкладке фотографий в инстаграм Это фотографии, которые поделены кусочками Рассмотрю на примере аккаунта Виз Халифа У него, допустим, весь профиль состоит из неких таких кусочков То есть из больших фотографий, которые поделены на мелкие кусочки То есть фотография режется примерно на 6, либо на 9 кусочков И постепенно загружается в профиль А хорошо это или плохо, я тебе сейчас расскажу Да, твой профиль будет очень красивый У тебя будут большие красивые фотографии А если у тебя какой-нибудь, допустим, бизнес-аккаунт Ты сможешь выложить крупные фотографии, товары и так далее Но тут есть один важный недостаток Ты не будешь расти Ну как ты будешь расти, но очень медленно Почему, я сейчас расскажу Средний блогер публикует по одному по два поста в день А чтобы опубликовать целую фотографию Ты должен будешь загрузить 6 или 9 фотографий за раз Пользователь, который листает новостную ленту То есть твой подписчик Он увидит, что постоянно на тебя какие-то непонятные фотографии приходят И он может, конечно же, от тебя отписаться У меня был один аккаунт, на котором было примерно 5000 подписчиков И после публикации вот этих вот кусочков От меня отписалось примерно 1000 подписчиков Да, фотографии были качественные, яркие Но это не работает Но лично у меня вот это плохо работает Вторая проблема в том, что пользователь, который листает ленту Он увидит, что ты публикуешь много фотографий Он не то, что отпишется от тебя Он не будет лайкать Ну да, он может одну фотографию пролайкать, две Но потом он увидит, что еще фотографии обновились И его это, ну, задолбает Он не будет лайкать И это один из самых главных недостатков этого способа По выкладке фотографий Есть еще и пятый способ по выкладке фотографий Сразу говорю, он подойдет не всем Почему не всем, я сейчас расскажу и покажу Вот смотри, профиль Он состоит из неких таких кусочков То есть из мозаики, из пазок И все фотографии, они скреплены друг с другом То есть неважно, когда фотографии публикуются Одна в день, одна в три дня, либо одна в месяц Все равно все фотографии между собой соединены И вот этому чуваку вот реально респект Я еще не встречал подобных аккаунтов И вот реально вот этот способ выкладки фотографий Очень реально крутой И крутой он не только красотой Он крутой тем, что вот именно вот в таких аккаунтах Встраивание рекламы будет очень дорогим удовольствием Для рекламодателей И рекламодатели очень большие деньги будут готовы дать Чтоб разместиться вот в таком аккаунте Поэтому если ты хочешь, чтобы твой аккаунт был красивый Подумай обо всех вот этих вот пяти способах По выкладке фотографий в твой профиль И существует просто большое количество разнообразных вариантов По выкладке фотографий А вот тут ты можешь посмотреть скриншоты тех профилей, которые По моему личному мнению считаются очень крутыми А вот всем им респект Молодцы чуваки Ну и пару советов от меня специально для тебя Да-да, для тебя Ну во-первых, выкладывай только яркие и качественные фотографии Которые будут обязательно вызывать интерес у твоего подписчика Это украсит твой профиль И на тебя будут активнее подписываться Ну и само собой не забывай про хэштеги под фотографии Не забывай про описание Ну и про другие важные вещи, о которых я говорил в своих предыдущих видео Кстати, про тему следующего видео В следующем видео я тебе расскажу про прямые трансляции Как ее включить Почему прямые трансляции у некоторых до сих пор не работают И как их включить в дальнейшем О прямых трансляциях ты узнаешь в следующем видео А если ты хочешь в короткие сроки раскрутить свой аккаунт в Инстаграм И начать зарабатывать на этом То у меня для тебя хорошие новости Ведь я записываю свой авторский курс по раскрутке и заработку в Инстаграм Чтобы узнать о нем более подробнее Напиши мне в личные сообщения ВКонтакте Ссылка на меня внизу в описании Ставь обязательно лайк, если видео оказалось для тебя информативным и полезным И ты что-то новое узнал из этого видео Напиши внизу в комментарии А понравилось тебе видео или нет Что-то новое из него подчеркнул Что бы ты хотел еще узнать об Инстаграме И возможно именно твой вопрос станет темой для моего следующего видео про Инстаграм Поэтому обязательно напиши его в комментарии Ну и конечно же подписывайся на мой канал Если ты это еще не сделал Чтобы всегда быть в курсе всех событий И чтобы просто не пропустить выход Новых полезных и интересных видео По раскрутке и заработку в Инстаграм А на этом все, я с тобой прощаюсь Меня зовут Павел Абастов Еще увидимся и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok